Приветствую вас, давайте мы с вами попробуем разобраться в том, что происходит. Вы пишете, дело в том, что я с детства сижу на всякой вредной пище, типа смайков и сосисок в тесте. С детства сидите на всякой вредной пище. С детства сидите. То есть вы имеете ввиду зависимо от этого. От вредной пищи, типа смайков и сосисок в тесте, которые вкусные, которые обладают ярким вкусом. Ну, я полагаю, что в какой-то момент у вас был сильный стресс, например, по поводу отсутствия, скажем, родителей. Ну, ваших настоящих родителей, да, биологических. Вот. У вас был стресс, поэтому, ну вот, из-за этого, да, из-за данного аспекта. Вот. И, вероятно, вы для себя решили таким образом получать любовь, получать положительные эмоции, получать то, что вам нужно, то, чего вам не хватает. Вот. Ну, то есть здесь, понимаете, какая история? Нужно разбираться. Вот. Ну, нужно разбираться с тем, а, значит, а, как, как вы оказались в этой ситуации? ситуации, то есть как получилось так, как вышло так, что вы стали сидеть значит на время пищи, вот. У этого есть причина. Дальше, то есть возможно у вас в детстве были какие-то травмирующие стрессовые ситуации, в результате которых вы не имели в своем распоряжении лучшего метода, кроме как заедать. Дальше, у меня приемные родители, их это особо не волновало. Ну тут тоже конечно такой довольно интересный момент, получается, да, то есть приемные родители вроде есть, но их это особо не волнует, то есть ваше здоровье, ваше здоровье их особо не волнует и это конечно несколько странно, потому что ну родители они вообще-то должны заботиться так-то о вас. Родители-то они вообще-то должны заботиться о вас и их должно беспокоить то, что с вами происходит по факту а ведь получается такая история, что их это не волнует и это в общем-то довольно, знаете, такой неприятный момент, я полагаю, потому что ну вам может быть не хватает, не хватает любви, вам может быть не хватает по этой причине ласки, вы может быть заедаете как раз таки вот эту вот нехватку, да, вы заедаете как раз едой, заедаете вкусными какими-то вещами, вот. То есть какие у вас отношения с приемными родителями-то? Дальше. Я и дня без этого прожить не могу. Ну понятно, здесь зависимость. Мне 25. Нормальная пища невкусная для меня. Я полагаю, это привычка, я полагаю, что вы не чувствовали голода, а с другой стороны, если вы ездили в детском доме, то по идее голод вам знаком, настоящий голод. Здесь конечно, ну тоже ситуация такая, нужно разбираться, что значит невкусно, и пробовали ли вы не ездить вообще, когда уже все равно лишь бы что-то поесть. Вот. И не дает мне такого успокоения. А вот это интересный момент на самом деле, потому что видите ли, пища, она не предназначена для того, чтобы давать успокоение. Пища, она предназначена для этого насыщать. В первую очередь. Поэтому для меня очень важно, какое именно успокоение вы получаете от еды. Что это за успокоение? Успокоение от чего? Понимаете? Но у меня теперь ужасная проблема. Смотрите, как вы пишете, не дает мне такого успокоения, но у меня теперь ужасная проблема. То есть как-то логично, логические предложения у вас не связаны. Вы говорите, нормальная пища не вкусная для меня, не дает такого успокоения, но у меня теперь ужасная проблема. А разве не проблема то, что вам пища дает успокоение? Теперь у меня другая проблема. Несколько раз пыталась изменить рацион, для чего, зачем, с какой целью. Все кончалось с диким нервным срывом и слезами. Но опять же, дикий нервный срыв. По поводу чего дикий нервный срыв? То есть, какие у него причины? Понимаете? Именно причины вот меня интересуют. Скорее. То есть, если вы говорите, что у вас дикий нервный срыв, то, наверное, наверное, тому есть основания. Дикому нервному срыву. И эти основания необходимо увидеть. Эти основания необходимо заметить. Эти основания необходимо проработать. Эти основания необходимо осознать. На самом деле. Понимаете? Потому что дикий нервный срыв, он происходит не из-за пищи. А из-за того, что для вас значит пища. Что для вас значит еда. Да. Вот из-за чего происходит нервный срыв. И слезы, соответственно. Тоже. Знаете? Какая история. Поэтому, как бы, то, что вы говорите, да, что вот слезы, нервный срыв, да, это, скорее всего, обозначает то, что вы теряете то, что вы теряете. Значит, вместе с этой едой. То есть, вот вы что-то теряете. Вопрос, опять же, заключается в том, что именно вы теряете. С этой едой. Понимаете? То есть, что именно, с чего именно вы теряете. Ага. Значит. Ну, вот. Без еды. Вашей. Вашей. Вот. Вот это, на самом деле, действительно, очень важный вопрос. Потому что, ну, то, что вы лишаете чего-то важного, это факт. А чего именно вы лишаете? Это уже важный вопрос. К сожалению, я на него ответить, вот, эээ, сейчас, ну, в данный момент, не могу. Потому что, потому что, это, непонятно, непонятно, чего именно вы лишаете. Пока что. Ну, но однозначно, что есть какие-то, есть какие-то моменты, есть, есть что-то, что вы теряете. По вашему мнению. И именно это вызывает у вас такую реакцию. Это не, я сделаю, повторю, не в самой еде дело. Понимаете? И вкус для вас тоже, вот, что важно, да? Что очень важно. Вкус для вас. Это проявление не просто вкуса, да, как вот для другого человека, просто вкус. А вкус для вас, это именно ощущение, что вы, может быть, ну, не знаю, может быть, вы живая. Или, может быть, что вы получаете удовольствие. Или, может быть, что вы получаете наслаждение. И это, как бы, для вас имеет значение очень большое. Понимаете? То есть, вот, здесь нужно анализировать ваши другие сферы жизни. Такие, как, например, личную жизнь, профессиональную жизнь и так далее. Понимаете? Какая история. Вот. И если проанализировать все эти моменты, да, то на самом деле будет понятно, какие у вас проблемы и какие проблемы вы заедаете едой. Вот. Заедаете просто. Даже скажем, не едой, а просто заедаете. Вот. И все. По сути. И все. И просто-напросто эти проблемы нужно будет решить. Например, личную жизнь устроить. Например, себя любить, себя принимать. Уверенность свою, может быть, повысить. Я не знаю, если у вас есть проблемы с этим. Вот. И подобная пища просто перестанет вам быть нужна. По крайней мере, слез не будет. То есть, конечно, по привычке, конечно, будет хотеться. Это безусловно. Но слез не будет. Или будет, но гораздо меньше. Вы сможете терпеть, терпеть. Дальше. Так. В день съедаю хотя бы один смайк или что-то подобное. Ну, вы знаете, один смайк в день, это вообще-то не так критично. То есть, на мой взгляд, здесь тоже есть непонятный момент. То есть, если вы говорите, что один смайк, то один смайк никак не влияет на фигуру. На вашу. Съедайте один смайк, а потом просто обрабатываете физические нагрузки в день в несколько раз. Вот. Больше. И все. И проблем не будет никаких. На самом деле. Вот. То есть, вы говорите, что похудеть, естественно, не могу из-за этого. Но из-за чего вы не можете похудеть? Из-за одного смайка? Неправда. Один смайк никак не помешает вам похудеть. Именно один смайк, если он один, никак не помешает. Именно один смайк никак. Вот, если несколько, то да. Но вы же говорите, что один смайк вы только съедаете. Вот. Ну, вот и есть один смайк. В одном смайке вообще ничего плохого нет. Главное, чтобы заботились о здоровье, да, чтобы, ну, как-то вот, чтобы, ну, употребляли еще и полезные. И еду, да, то есть, ну, чтобы заботились как-то о своем кишечнике и так далее. Вот. И все. И проблем не будет у вас. То есть, понимаете, здесь немного странно читать, что я не могу похудеть, я не могу похудеть из-за одного смайка. То есть, это вот странно немного. На самом деле. То есть, другое дело, что, может быть, вы худеть не хотите вообще. То есть, не видите смысла, зачем худеть вам. Это вот очень другой вопрос. В общем, это очень другой момент. Понимаете? Если вы не видите смысла худеть, то есть, худеть, ну, не для чего-то, но... И, соответственно, вам нужно задаться целью сперва, собственно, определить, а зачем мне это все. То есть, для чего я вообще всем этим задалась. То есть, вот, похудеть хочу и так далее. Зачем? То есть, чего я хочу добиться. Вообще. Что мне нужно. Вообще. Понимаете? Первое, нужно цель поставить. А потом уже к этой цели идти. А так, если вы просто будете и хотите худеть, хотите похудеть, точнее, просто, то результат будет, ну, очень, очень несерьезный. Понимаете? Потому что нет цели, непонятно, как вы будете использовать. Ну, вот, вы, допустим, представьте, что вы уже похудели, да? Вот представьте, что вы похудели. И что? Что вы будете делать в этой ситуации? Что вы хотите, хотите сделать? Если вы похудеете, похудеете. Понимаете? То есть, да, проблемы, проблемы есть. Проблемы есть, это понятно. Но, знаете, вы вроде бы вполне успешно, неплохо живете, да, как вы живете. То есть, вас не устраивает, не устраивает именно то, что вы, значит, ну, видимо, хотите похудеть, а не получается. Вот. Но с майки здесь ни при чем. Понимаете? Здесь, скорее, играет вашу важную роль именно то, для чего вам это все нужно. Понимаете? Вот. А так, заедание, переедание, переедание это довольно распространенное явление. Вот. И надо сказать, что это явление всегда означает недолюбленность человека. Вот. Значит, потребность в понимании, в любви, в позитиве, в каком-то и так далее. Вот. То есть, если вот этот вот клубок неудовлетворенных потребностей распутать, то вам будет гораздо легче. Ну, опять же, момент такой, да, то, что хотите ли вы этого сами. То есть, это же, это определенно работа, это определенно ведь, ну, труд, это вложение, это усилия какие-то. И вопрос заключается в том, ну, как бы, готовы ли вы эти усилия складывать. Понимаете? Ну, вот. Если готовы, то совсем можно разобраться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.